Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу, повышение рентабельности отелей, качество сервиса, ивенты и гостиничный девелопмент. Такой спектр тем рассматривали участники прошедшего в московском Ренессанс-Монарх форуме Hospitality Industry Forum 2016. Подобный формат мероприятия организаторы компании Meeting Point Group проводят в Москве и Санкт-Петербурге уже 5 лет. Hospitality Industry Forum – это форум о гостиничной недвижимости, об управлении гостиничной недвижимости, о девелопменте, о развитии. Форум ориентирован и на широкую аудиторию. Форум ориентирован и на существующие отели, на руководителей существующих отелей. Мы обсуждаем вопросы управления отелем, маркетинга, продаж, все аспекты, и также на девелопера гостиничного бизнеса. Отправной точкой работы форума стала подготовка российской индустрии гостеприимства к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Слоган «Game for Perspective» явно обозначил перспективы развития гостиничной инфраструктуры в преддверии крупнейшего спортивного мероприятия планеты. Перед участниками форума выступил руководитель отдела операционной деятельности матч «Аккомодейшн-2018» Лана Клюева. Отельеров интересовала не только подготовка гостиниц к футбольным матчам, но и последствия проведения мероприятий для гостиничной индустрии. Ведь и посение, и запереносыщение рынка отелями, построенными к Чемпионату мира, ни для кого не секрет. Знаете, непосредственно сам Чемпионат мира – это, естественно, праздник для нашей страны, праздник для всех. Но очень важно понимать, что гостиничные проекты в самой своей сути – это долгосрочные проекты. И строить гостиничный проект вокруг одного какого-то мероприятия – это не совсем правильный инвестиционный подход. Поэтому все проекты, которые развиваются, и тем более в городах Чемпионата мира, нужно понимать, что Чемпионат мира – это разовое мероприятие, которое принесет дополнительную прибыль, которое принесет пиар городу, но после него наступит следующий день, следующий месяц и следующие 10 лет. И, соответственно, нужно очень внимательно подходить к тому, как будут планироваться гостиницы и на какой спрос они могут рассчитывать. Мы со своей точки зрения при развитии наших брендов в регионах и во всех городах России в первую очередь смотрим на длительную емкость рынка, на то, какой спрос может возникать на этом рынке и насколько конкурентно наши гостиницы будут себя чувствовать, таким образом зарабатывая деньги для собственника и принося радость гостям. Олимпиада была позитивна. То есть мы построили заново город, который работает. Но в отличие от Олимпиады получается, что размазанная по стране Чемпионат мира по футболу особо никаких таких позитивных тенденций не даст. То есть он даст какие-то пару новых объектов и все. То же самое почему-то никто не обращает внимание на Чемпионат мира по хоккею. В принципе схожие мероприятия, но при этом будет он происходить через два месяца и об этом никто нигде не трубит и никто не увеличивает наборной фонд и вообще ничего не происходит. С точки зрения зарабатывания денег, наверное, Чемпионат мира это не то мероприятие по футболу, за счет которого можно эти деньги заработать. Либо оправдательные расходы, связанные с открытием отеля, с набором профессиональной команды и так далее. Это проект. Проект очень интересный. Я в своей практике всегда, когда руководил непосредственно отелями и сейчас передавая какие-то свои знания или где-то организовывая какие-то проекты на уровне управляющей компании, всегда создаю те или иные проекты для того, чтобы поднимать каждый раз планку. Чемпионат мира по футболу это определенная планка, это определенный проект для всей команды отеля. Очень важно, когда люди к чему-то готовятся, к чему-то стремятся. То же самое можно сказать об Олимпиаде, когда мы открывали два отеля в Розе Хутор и люди были в едином порыве, настроены на то, чтобы создать действительно важный продукт. Они готовятся к тому, чтобы встретить иностранных гостей, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это действительно дорогого стоит. Именно работа в рамках этого проекта. Тем не менее, при всей важности футбольной темы и ажиотаже, который развернулся вокруг подготовки к чемпионату, большую аудиторию мероприятия не собрало, что вполне может служить индикатором некого снижения интереса отельеров к мероприятиям FIFA. Возможно, и эксперты этого не исключают, свою роль сыграла в том числе и неопределенность ценообразования. Наверное, это один из самых сложных вопросов. Почему? Потому что, по сути своей, этот документ, конечно, не имел под собой какого-то достаточно широкоформатного обсуждения с бизнесом вот этих ценовых параметров. И если в каких-то регионах, скажем, власть, получив от Министерства культуры, то есть там прообраз цен на ЧМ, разослала, допустим, там активы своих отельеров с просьбой прокомментировать, то есть какие-то регионы выдавали свои предложения по увеличению, например, этой цены, то где-то, собственно, это была очень простая схема, да, что регион получает эти цены, да, то есть и как бы ставит одобремся, отправляет этот документ обратно. При очень неплохом подборе экспертов, делившихся с аудиторией своими компетенциями, остается только сожалеть, что подобная ценная информация осталась практически не востребована столичными отельерами. Ведь масштаб мероприятия оказался и близко несравним ни с бизнес-форум, ни с MITT, ни с всероссийской выставкой PIR Expo Hotel, которые регулярно собирают сотни участников. Впрочем, сами организаторы уверены в обратном. На самом деле интерес к форуму вырос, да, и это очень радует, потому что именно в текущих условиях, да, интерес к форуму вырос. В этом году форум впервые проходит в большом формате, два дня, два дня, несколько потоков, два параллельных зала, пять параллельных воркшопов, то есть форум вырос. Вот, есть интерес к форуму и девелоперов, есть и отельеров, да, потому что есть, мы обсуждаем на форуме в том числе актуальные темы, например, подготовка к чемпионату мира, да, грядущему, когда все отельеры заинтересованы, чтобы заработать, да, нужно провести какую-то реконструкцию, реконцепцию, строятся новые отели, да, вот, и это всем интересно. После футбольной тематики работа форума перешла в более традиционное русло, разделившись по параллельным тематическим кейсам, посвященным вопросам гостиничного девелопмента и рентабельности отелей. В рамках дискуссионных панелей обсуждалась проблема возврата инвестиций в отельный бизнес и организации ивентов, тематических мероприятий, повышающих привлекательность отелей, городов и регионов для российских и зарубежных туристов. Ивент и событий на туризме это один из важных инструментов сглаживания пиков, который активно применяется в Суздале. Безусловно, когда мы говорим об ивентах, каждый город, наверное, должен найти что-то для себя свое. Суздаль, ну, не обладает, словно говоря, морем, которое есть у южных городов России, да, не обладает горами или еще чем-то, да, но он обладает очень важным историко-культурным достоянием, которое есть у Владимира Суздальской Руси, да, Владимира у Суздаля, который активно используется. Соответственно, часть ивентов, которые проводятся, которые активно продвигаются в городе, как в Суздале, так и во Владимире, это ивенты, связанные с историей, связанные с культурой, связанные с реконструкциями различных битв, различных времен, соответственно, это привлекает определенное большое количество туристов. Второй день форума был посвящен анализу рынка недвижимости с позиций индустрии гостеприимства. Интересовал участников форума и конечный потребитель гостиничных услуг. Его портрет и предпочтение обсуждали участники дискуссионной панели. Отметим и воркшопы рабочей группы по разработке идей, на которых прорабатывались и маркетинг сетевых отелей и привлечение гостиничного оператора на стадии девелопмента отеля и дизайнерские находки как элементы конкурентной борьбы, а также проблемы ценообразования и revenue management. Кризис, ударивший по гостиничному бизнесу и туристической сфере, заставляет представителей гостиничной индустрии чаще встречаться друг с другом, настраиваться на диалог и политику компромиссов. А Hospitality Industry Forum, как и другие мероприятия подобного рода, несомненно, имеет достаточный потенциал, чтобы стать своеобразным мозговым штурмом всероссийского масштаба, если, разумеется, станет более доступным, понятным и близким для российского ательера. Андрей Ряпов, Михаил Углев, Наталья Акименко, Hotelier Pro.